Если вы впервые на моем канале и вас мучает вопрос, что же привело меня к созданию видеоблога на площадке YouTube, то этот ролик для вас. Если же вы постоянный зритель и вам просто нравится, как я болтаю в видео, или же вы хотите поностальгировать, то вам тоже сюда. Привет! Вот так примерно происходит у меня загруз видео на канал. Куча всяких тегов, которые приходится писать вручную. Когда была авторизация у Мавави с YouTube, были некоторые сложности, и надо было ставить, допустим, вот у меня тут такая фишка. Вот эта вот рецензия с указанием авторства. Вы можете использовать любое мое произведение, но указывать авторство. И использовать его исключительно бесплатно. Ну, вообще, рецензия, по-моему, 3.0. Ссылка у меня даже есть на Real Music. Идете по ссылке. И на LGR тоже эта же ссылка есть. И читаете все правила. Меня, конечно, когда-то ругали, что, типа, кто-то мог что-то завязать, но я за такую рецензию... Вообще, я понимаю, что, скорее всего, читается несколько иначе, но я всегда называла Creative Commons. Ну, и я решила пробежаться по каналу. Ведь аккаунт и сам канал я создавала довольно давно. Вот сегодня у меня интернет слегка глючненький. И пока туда перейдет, вот пришло. Слушайте, я поверить не могла, что однажды у меня вот такая большая цифра. Ну, для меня-то большая. На самом деле, есть намного более просматриваемые каналы. Тут аж 2 ляма. 453 590 просмотров. Канал создан 29 декабря 2008 года. Я тогда его использовала исключительно, чтобы залить какую-нибудь... Ну, по большей части тогда использовала. Чтобы залить какую-нибудь музыку свою. Какую-нибудь музыку. Видео слить сходок всяких, слить слетов. Иногда своих выступлений. Иногда просто то, что я снимала, потому что оно мне казалось интересным показать людям. И в основном я использовала YouTube тогда чисто до 22 июня 2015 года. Я его использовала исключительно как место, откуда можно взять код и вставить, допустим, в постблога, в котором я на тот момент ввела. Допустим, или на ЖЖ, или на Алжир, или еще на всяких разных других сетевых дневниках. Попутно я раньше еще использовала архивеорг. У меня там до сих пор остался аккаунт под таким же именем. Но как бы у нас сейчас ролик-то не о том. И вот у меня тут именная ссылка появилась. Кажется, еще может, ну, может я еще даже еще и не выкладывала видео вроде видеоблогов. Может просто как бы скидывала так. Архив у меня был. На тот момент YouTube выглядел несколько иначе. У него был немножко другой дизайн. И почему-то у меня настройка была исключительно все, что шло на французском языке, на стихах.ру. Кстати, вот ссылочка на них. Внизу она у меня вырисовывается. Сама эта ссылочка. При желании можете туда зайти. Так вот даже под мышкой склад моих текстов. Вот на складе моих текстов, на странице склада моих текстов, очень много ссылок. И была одна ссылка под названием «Французский сайт». Я была уверена, что это исключительно французский сайт. Но на самом деле, если вы хотите подключить монетизацию, а потом выводить денежки с рекламы, то вам нужно заполнить некоторые документы, а потом бумажная бумажка к вам придет именно из Париса, где будет код подтверждения, который нужно будет ввести в одном месте. Творческая студия. YouTube это новая творческая студия. Строить вид канала. Я практически никого не смотрю. У меня, по-моему, сейчас там из подписок на мертвый канал Джексона подписано. Я иногда добавляю, иногда отбавляю подобные каналы. Ну, как-то... Чтобы далеко не ходить. Ну и канал я раньше создавала реально исключительно как архив. Изначально вообще первый раз я, когда делала, выкладывала видео свою самую первую с пианинкой, которую снимала тогда еще на обычный кнопочный телефон моя подружка, тогдашняя Светка погоняла у него была Террион. И я как бы думала, что ну кто-то будет это смотреть, кому-то это будет интересно, но в основном я рассчитывала, что это будут смотреть люди на той площадке, куда я буду скидывать это все свое. Потом я как-то стала скидывать путешествия, еще что-то. И по большей части все-таки рассчитывала, что YouTube у меня будет именно как запасной вариант, где-то что-то скинуть. Допустим, что-то на архивы. По большей части заливала что-то иногда на YouTube. Что-то кидала на Яндекс. Видео, которое тогда еще было. Еще на какие-то сервера. Ну, вот однажды. Мне еще, в принципе, тут я уже как бы шла к этой мысли, что можно бы писать не только текстовые блоги, но можно бы писать блоги именно как видео и YouTube использовать. Не просто как место, откуда можно взять код, чтобы вставить в пост. Одно время на YouTube даже были сообщения. Оно выглядело как вот теперешний, допустим, ВКонтакте или Facebook. И я общалась с некоторыми людьми, которые были исключительно на кефаретнике. Опять же, это ЛЖР. Но в какой-то момент перестала общаться, как-то забрасывала. Бывали времена, что я вообще на YouTube не заходила, совершенно забыв, что я там зарегистрирована. Хотя это как бы запчасть аккаунта Гугля. Ну, и однажды мы как-то с моей тогдашней знакомой девочкой, по ее инициативе разрешили встретиться в городе, где она обитает, и сидели в кафе. Она мне долго-долго, полчаса, наверное, втирала. С таким сожалению, ох, как жаль, что ты не блогера. Я сидела и думала, как же это я не блогер-то? Если я уже, черти, сколько лет на тот момент была блогером. Да, кстати, пока она грузится, вот тут информашка со всеми этими ссылочками. На новой морде бытия YouTube эти ссылочки не так красиво выглядят, без всяких иконок. Старая мне больше нравилась, кстати, настроить ведь канал. Я думаю, можно будет показать сейчас, как оно выглядит с настроенным видом канала. И, кстати, вот с телефона я могу закидывать фоточки. Это с телефона писалось исключительно в настроенном виде канала. В другом варианте у меня фотографии не идут. И вот здесь вот будет сейчас все красиво, я надеюсь. Да, вот оно сейчас выглядит по старинке. Вот эти красивые картинки, иконки. Мое мыло светится, которое, в принципе, я не скрываю. Опять же, каналы. Здесь они выглядят вот так. Вся общество. Сообщество раньше на YouTube было просто как возможность писать комментарии. И в разделе, в разделе даже, скажем так, комментариев на старой версии YouTube. Их можно было найти как вкладка с самого канала и там комментарий. Теперь же вот эти комментарии, которые когда-то тут оставлялись, мною или еще кем-то, они, в принципе, их не видно. Они как-то куда-то отвалились. И это я как владелец, а это я как гость. И сейчас она будет долго грузиться. И, видимо, видео тоже у нас будет очень долго грузиться. Еще целых 4 минуты, не поверите. Мне больше нравится, когда идет сначала новая. Специально всегда отмечаю. Именно вот такие моменты, когда нововейцы прикасался напрямую с YouTube, надо было проставлять вручную вплоть до монетизации. Здесь же из минусов, когда заливаешь напрямую без соединения малови с YouTube, не знаю, что пошло не так, но вот как-то оно теперь больше не соединяется. Правда, я месяц как уже не пыталась. Мне приходится только вручную писать по большей части теги. Так они у меня были в файлике, я их копировала и вставляла в информашку, перед тем, как оно загрузится сюда напрямую. Восстановить веб-страницу YouTube не отвечает. Но зато он нам показывает то, как я хотела. Как оно сейчас выглядит и что я хотела показать вам людям. Плейлисты. Есть блогеры, которые создают специально YouTube-блогеры, влогеры, скажем так, да, видео-блогеры, видеовлогеры, создают специальные каналы под какие-то отдельные темы. Я же считаю, что это просто засорение интернета, и лучше создать какой-нибудь плейлист. Плейлистов у меня очень много. Они все здесь на самом деле не обрещаются. У меня сохраненные плейлисты. Я реально их сейчас... Как бы я думаю, что в принципе их можно посмотреть. И не то, чтобы я их тут специально засветила. Но вот путешествия в дороге. Несколько разных плейлистов. На обзор косметика и прочее. Кулинария. Кто бы знал когда-то раньше, особенно я бы очень удивилась, если мне кто-то сказал, что я вот буду чем-то таким заниматься. Готовить в удовольствие в больших количествах. Всякая такая магазинная, интернетная. То, где я регулярно заказываю, то, на что я забросила, то, чем я когда-либо занималась. Ну, фикс прайс, конечно, нисколько интернет. Хотя можете заказать и в интернете. Забрать в магазине. Встреча в реале. Обмен подарками, дарить зрителей. Ну, и, кстати, вот я выкладывала, возможно... Да, это я вот выкладывала. Это в принципе, я тогда не воспринимала все еще YouTube как возможность ввести блог. Но у меня были такие ролики, что я как бы специально осознанно снимала. И человеки, допустим, тоже хотели, чтобы это было. И выкладывала в сеть. Ну, самая тайная изначальная цель, конечно... Тогда я думала, что я буду продвигать свою музыку, что она будет кому-то интересна. Но мне внезапно на нее писали совершенно с разных мест комменты. Совершенно такие странные внезапные люди. По-русски не бельмеса. Было вообще забавно. Но не с YouTube. Вот то, что я как бы... Некоторые плейлисты, я еще все пытаюсь доделать. Какие-то определенные идеи и мысли есть. Хотя у меня очень много всяких идей. Еще доютубные идеи были. Но они вот пока по большей части в разнобой как-то висят. В основном... Вот как раз проект «Голоса километрови». Вшифрала одного ли нашего... Моего общезнакомого поэта Ярославского. Ну и то, из-за чего, в принципе, я делала аккаунт. По большей части. Моя музыка-графика «Голоса» и «Стихи». Некоторые плейлисты я забросила, потому что мне, откровенно говоря, лень. Но они никогда не будут обновляться. А вот некоторые тут еще. Некоторые чисто закрытые. Можно сказать в том плане, что определенное количество роликов я хотела снять. И все. Но у меня не все плейлисты сюда залезли. Конечно, можно их глянуть. Я, честно, даже не помню, сколько у меня их. Иногда они плавятся и множатся. Все плейлисты. Все плейлисты. Можно нажимать на эту стрелочку. И вот у нас сейчас что-то захочет заговорить. Милогля Володжу. И такое было. И такое было.